Доброе утро, страна! Мы приехали в ветеринарку, потому что Кузьме стало получше, но он не ест. Не знаю, может капельницу сделают, посмотрим. Пришлось тащить автокресло детское, потому что не было тут такси с креслом сестерки, поэтому можно было ждать из города такси за 500 рублей. Я не хотела, поэтому тащила своё. Так, подожди, Артёш, мне надо маску надеть, погоди. Мы вернулись домой. Кузьма, домой. В общем, прогнозы у нас неутешительные. Врач сказал, что у кота повторный микроинсульт. Поэтому он тут себя ведёт. И, скорее всего, это на фоне того, что у него, ну, вот эти почечные показатели повышенные. Короче, мы сделали укол из раствора СБ-12. И я в аптеку сейчас поеду, куплю тоже эти препараты. И постараюсь вечером его сама уколоть. Надо колоть дважды в день, я просто не хочу его возить. Постараюсь на него. И он должен начать есть в ближайшие пару дней. Вот, пока отказывается от еды. Ну, как бы, если не начнём, то сами понимаете. Вот, так что ждём. Надеемся на лучшее. И верим в невозможное. Да, иду, зайка, иду. Просто рассказать хотела, как мы съели. Вот, в общем, сейчас поедем на почту. И в аптеку на почту поедем. Надо отправить подарки подписчикам в Инстаграме. Книжки разыгрывала. Надо их отправить. Чуть-чуть, как-то лохматые. Иногда волосы лежат, а иногда не лежат. А что, посылка? Книжки мы будем отправить, да. С лохматостью. Как мне делать? Какие мне подписчики? Это все для подписчиков. А, в этих посылках? Нет, там не книжки, зайка. Там мои вещи. Там одежда. Вот этих? Да, там моя одежда. У нас сверху уже, помните, дедушка старенький жил, теперь уже не живёт. И там постоянно меняются жильцы. Я вам про некоторых из них рассказывала. Вы сейчас меняетесь. Вот, сейчас какие-то новые въехали, и они делают ремонт. И происходят всякие слышны странные звуки, непривычные для нашего дома. Потому что тут все давно живут, и ремонта никакого нет. Яу! Блин, мне не нравятся волосы сегодня. Ладно, буду лохматой. Короче, мы поехали на почту. Мы приехали починить артёшины тормоза. Ездили уже на почту. Короче, приехали. Вот такой вот чиномонтаж. Тут есть ремонт велосипеда. Потому что у него передний тормоз вообще не работает, а задний плохо работает. Ага, да, что-то у тебя плохо стало работать. Ну, в общем, ой, сейчас будем починить. Починили велосипед. 200 рублей с нас взяли. И поехали мы кататься сегодня. Очень, очень хорошая погода. Ветра нет, солнышко, красота. Я еще надела вот эти вот очки. Слушайте, их стоит носить всю осень. Они чуть-чуть оранжевые. И они все вот эти вот желтые листья на деревьях окрашивают насыщенно оранжевые. Как будто фильтры в фотошопе или лайтруме наложили. И я еду такая. Как красиво такая. А, нет, не так красиво. Как красиво. Еще я потащила Артемию просто, чтобы через оранжевые очки посмотреть на красивый мир. Мы поедем сейчас на залив. Вдоль залива, точнее, в парк, потом вдоль залива. Ну, мы в парк, потом вдоль залива. Там везде деревья. А это я заболеваю. Домой? Почему ты гулять разлюбил? Тебя раньше домой не затащить было, а теперь ты все время домой просишься. Это как так? А? Давай лучше домой. Нет, мы покатаемся минут сорок и поедем домой. Большой круг сделаем и поедем. Как можно такую красоту пропускать? А смотри. Видишь, как красиво. Три дня пройдет, все эти листики отвалятся. Надо ловить момент. Знаешь, есть песенка такая. И я в моменте. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Помнишь? Ну, мне нравится наоборот, когда земля холостая. Ну вот, сейчас поедем искать такие места. Скок. Какие тут домики. Ой. Просто фантастика. Мне бы такой. Всего-то надо десяток почек продать и будет такой домик. Мы идем по заливу. Тут так хорошо. Артеш, иди ближе ко мне. Тут этот песок не такой рыхлый. Артемий меня пофотографировал. Идем, надо тут пройти. Я сняла куртку, чтобы не фоткаться исключительно в куртке, потому что у меня уже не было фотографий в ней. И я даже не замерзла. То есть реально тепло, так приятно. И очень много людей здесь гуляет. Променад у всех. Вон, посмотрите, какая толпа. Вот там. Это вода там уходит. Получается такая вот мель. И люди тут гуляют. Уж извините, что не на камеру. Мы когда на велике, я перестала брать с собой камеру, потому что ее очень неудобно доставать. Вот. У меня еще куча вещей с собой была. Ну, а телефон раз, достала, снимаешь. Поэтому такие в походных условиях. Так, я чувствую, очень лохматая. Снимаю на телефон. Вечер наш проходит по-домашнему. Я сейчас буду убирать игрушки Артюшины. У нас тут русский рутаж полнейший. Стирка стоит. Короче, сейчас развешиваюсь. Я буду уже укладывать ребенка сегодня пораньше, потому что он не спал днем. Я поставила готовиться пастилом с черноплодкой. Вот так она выглядит. Наконец-то вдруг и дошли. Что еще я делала? Что-то я готовила. А! Кстати, вот этот педитур сделал. Надо снять эти штучки. Лак высох. Обычным лаком делаю, потому что у меня шелак так и не держится. И я, если честно, не знаю, что делать. У меня же и лампы есть, и аппарат для снятия маникюра, и куча гей-лаков. Мне так жалко это все отдавать или продавать. Но у меня реально не держится то, что я делаю дома. Держится только то, что делает мастер. Но вот если я после перерыва делаю, может быть, небольшая отслойка. То есть у меня как-то, видимо, ногти поменялись. Мне не хватает мастерства, чтобы сделать самой. Себе даже педикюр не держится. Ничего. Вот. Ну, если честно, у меня так эта голова грустными мыслями занята. Поэтому я даже что-то особо не снимаю. Такая сижу. Все прокатанно. Он спит. Не ест. Облизал эту. Дала я ему баночку из-под творожка, хотя нельзя. Он ее хотя бы облизал. Зайкин, ты как? Ты че не просыпаешься? Кусь. Господи, я уже успела напугаться, он проснулся наконец-то. Совсем, видимо, у него сил нет. Типа-ти, Гуськин, ты чего так это глубоко заснул? Кузьма, может, поешь? Мы собрались читать. И смотрите, кто сам запрыгнул на кровать. Кузьма. Давай не читать, а настольные игры. О, давай читать. Не хочу в настолок. Не хочу, не хочу. Хочу почитать сегодня. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я выберу интересную книжку. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...